Всем привет! В этом видео о том, как преобразовать динамический диск в базовый Windows 10 и Windows 11. Прежде всего, что такое динамический диск? Динамический диск — это специальный тип диска Windows, который позволяет использовать дополнительные варианты томов или разделов на дисках. То есть, например, у вас есть несколько динамических дисков, вы можете создать на них чередующийся том, зеркальный том и так далее. Однако большинство пользователей, у которых возникла задача преобразования из динамического в базовый, они не делали ничего такого, то есть не создавали чередующихся для зеркальных томов или томов RAID 5, а просто столкнулись с тем, что у них один из дисков стал динамический, и в итоге некоторые действия с ним недоступны. То есть, например, он недоступен в текущей системе при переносе на другой компьютер и так далее. Как преобразовать? Итак, сначала способ простой с потерей данных. Если с потерей данных вас устраивает, вы можете поступить следующим образом. Итак, открываем управление дисками. Windows 10 и Windows 11 можно сделать это с помощью меню по правому клику на кнопке Пуск. Управление дисками. Открыли. Также это можно сделать следующим образом. Нажать клавиши Windows R на клавиатуре, ввести следующую команду. Команда будет в описании под видео. И нажать ОК. После этого что нам потребуется? Потребуется удалить все разделы, все тома на динамическом диске. То есть, у меня здесь один том, у вас может быть несколько. Для каждого тома поступаем следующим образом. Правый клик и далее удалить том. Смотрите, также на всякий случай показываю, пока у нас есть тома на этом динамическом диске, преобразовать в базовый мы не можем. Итак, удаляем все тома. Удалить том. Подтверждаем. Единственное, повторяю, все данные из диска будут удалены. Нажимаем Да. И у нас, в общем-то, автоматически диск будет преобразован в базовый. Если у вас этого не произошло после удаления всех абсолютно томов, то вы сможете все равно использовать здесь пункт. Будет преобразовать в базовый диск и он уже будет работать. После того, как мы это сделали, можем создать соответственно тома, нужные нам. Они уже будут у нас в рамках базового диска. То есть, например, вот так я это делаю. Готово. И, собственно, все. Базовый диск. Раздел на нем есть. Это способ с потерей данных. Второй вариант. Когда у нас потеря данных неприемлема. Нам потребуется использовать сторонние программы. В большинстве бесплатных сторонних программ функция преобразования дисков между динамическим и базовым без потери данных платная. Я нашел программу, где функция доступна бесплатно. Это Paragon Partition Manager Community Edition. Ссылку на программу я в описании под видео. У меня в данном случае это системный диск. То есть, соответственно, я не могу данные на нем терять. И действуем с помощью Paragon Partition Manager. Запускаю программу. Ссылка на нее будет, как я уже сказал. После этого в программе выбираем тот диск, который нам нужно преобразовать в базовый из динамического. Вот он здесь отображается как динамический. Выбираем не какой-то раздел на диске, а весь диск. Выбрали. Convert Dynamic to Basic. Нажали. После этого вы можете поставить действие в очередь, либо запустить сразу. У меня это системный диск. Соответственно, мне из-за того, что это системный диск, будет предложено перезагрузить компьютер. Для несистемных дисков действие может выполниться и без перезагрузки. Я выбираю перезагрузить компьютер. После перезагрузки у нас выполняются необходимые действия по преобразованию диска из динамического в базовый без потери данных. Все операции были завершены. Нажмите любую клавишу. В результате после загрузки вы получите базовый диск из динамического, но без потери данных. При этом учитывайте, что бывает такое, что если вы зайдете в управление дисками, то помимо того диска, который вы преобразовывали, который стал у нас уже базовым, у вас будет отображаться еще один динамический диск, который будет отображаться в статусе недоступен. В этом случае просто нажмите правой кнопкой мыши по тому и удалить том. Диск исчезнет, его в списке больше не будет. То есть это происходит из-за того, что как бы с точки зрения системы он должен быть, а по факту его нету, потому что он уже был преобразован в базовый. Ну и на этом, собственно, все. Некоторые детали дополнительные есть в статье, ссылки на которые в описании под видео. Удачи вам!